Холст Веры Корнауховой – это дерево. Рисовать на нем художница начала сразу после окончания университета. Она закончила художественно-графическое отделение 17 лет назад и продолжила учиться у Василия Ягодзинского, преподавателя тогда еще 22-го лицея. Он занимался деревообработкой. С природным материалом познакомил и Веру Корнаухову. – Первоначально работы были в коричневом цвете, однотонные. Я так воспринимала дерево, и оно было более монохромное. Потом только начала вводить цвет в другой дерево, потому что дерево – не белый материал, и, может быть, какие-то цвета не воспринимает. Они меняются на дереве. Дерево для Веры Корнауховой – не просто материал. Это ее соавтор. Ведь у каждой доски свои неповторимые узоры. И самое главное в работе – сохранить этот рисунок. Художница связывает линии дерева в единый сюжет. И тогда на поверхности появляется бурная река, крутая гора или лицо женщины. – Первоначально здесь на поверхности дерева, на фоне этих глаз были сучки дерева. И в целом весь контур лица, он прочитывался. И я просто обрисовала. То, что дерево мне подсказывало, я то и нарисовала. Рисует художница акварельными красками. На березе, сосне, лиственнице. Но самым любимым материалом благодаря своей мягкости остается кедр. Я сама умею полностью весь цикл работы делать. От того, чтобы форму выпилить, зашлифовать дерево, нарисовать его и покрыть лаком. Все это в процессе работы я научилась делать. Вот сейчас мне помогает муж. Он делает в основном заготовки мне. Обрабатывает их. Благодаря ему я только рисую уже. Свои работы Вера ежегодно представляет на выставке «Интурмаркет» в Москве. В год художница пишет порядка 20-30 картин. И почти все они расходятся в руки частных коллекционеров. Как российских, так и зарубежных. А еще на своей персональной выставке Вера показала другое направление работы. Ее иллюстрации вошли в книги алтайских писателей. Для меня это было очень неожиданно, когда ко мне обратился автор с просьбой проруслировать моими картинами свои стихи. И я не представляла сначала, что это будет, но оказалось, что стихи, их смысл очень хорошо совпадает с теми темами, которые я изображаю на дереве. Поэтому у нас получился очень творческий тандем, чему я очень рада. Итогом получилась эта книга, которая стала достаточно успешной у нас. Выставка «Природы, женственность и красота» будет работать до 15 февраля. И посетить ее может каждый желающий. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Буднин.